так напоминаю тем кто может быть смотрит это видео не посмотрев предыдущие я столкнулся с проблемой то что когда браузер делает какую-то фигню какую-то страничку то начинает лагать вся система и это очень плохо мне это очень не нравится поэтому я поставил себе задачу сделать так чтобы браузер несмотря на то какая там страничка чтобы короче в браузере что бы там не происходило он не зависал всю систему что мы попробовали давайте быстренько пройдемся task set чтобы менять количество ядер процесс потом юлимит чтобы ограничить memory usage процесс кстати memory usage никак не коррелирует то есть скорее всего это никак не коррелирует потому что прилаги я видел что memory у меня еще был на так что memory отпадает и мы еще пробовали докер докер у меня просто занимается какой-то фигней может быть у вас работает докер опять же попробуйте запускать браузер через докер напишите свой опыт в этом комментариях так что что сейчас мы сделаем мы сейчас попробуем сделать еще одну вещь systemd кстати я еще пробовал но systemd он просто ставит affinity list но affinity list ставит и task set affinity list это количество ядер точнее какие ядра может использовать процесс короче это фигня не работает есть еще вариант на гравию на пути на пути системы там ты отключаешь просто все это так вот сейчас еще остался вот одна идея мне это использовать все-таки юлимит и использовать его по максимуму у него есть параметры сейчас я вам их покажу юлимит минус а так вот у этих параметров есть вот тут поле unlimited и тут есть такие интересные параметры как real-time non-blocking time и вот эти вот интересные параметры и я хочу попробовать и посмотрим что получится погнали так ну вот вам пример то есть того что как юлимит работает то есть я сделал юлимит на вот этот r которая реал-тайм данном блокинг это и что и ничего то есть я запустил потом спокойно вим firefox даже там что-то открыл короче вот это первое отпадает ехать пазал один что очень мало микро секонд а ну-ка можно еще поставить 0 1 ну ладно короче а вот пример что работает это я поставил минус в 1 это virtual memory и как вы видите я запускал и просто segmentation full поэтому что все работает идем дальше так сразу показываю что для вот этого минус r 0 0 0 и всякая фигня не работает поэтому просто этот параметр скидываем так 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 попробовал только что дата секс сайз поставил его на единичку и segmentation full может ли быть такого такая вероятность что этот параметр поможет нам ограничить юзать и лодать фоксу ну если честно так сказать может быть нет потому что segmentation full наверно связано с памятью надо попробовать разобраться так ну я поставил побольше и вылетел корда но давайте подумаем логично что происходит почему система лагает ну в конкретно в моем примере я использовал веб чель который отрисовывал куча куча точек да то есть он вряд ли выделял память хотя блин это зависит от имплементации да но по-хорошему хотелось бы верить в то что он не выделял память то есть он их просто отрисовывал то есть что возможно там fps fps все такое но по-хорошему я не я не хочу верить в то что при каждом кадре мы выделяем память поэтому я хочу верить что это все-таки нагрузка на тактовую частоту процессора поэтому что вот эти вот segmentation full ты кордом бы это все херня это все связано скорее всего с памятью правильно ну наверно опа смотрите я был прав я сделал это минус д по больше на 10 и вот fatal error out of memory allocation хип арена map то есть я был прав этот параметр связан с памятью значит что значит он отпадает вот этот параметр интересен да да кстати приорити то есть есть в линуксе приоритет то есть у каждого приложения есть свой приоритет по моему от минус 20 до 20 чем ниже тем выше приоритет возможно это тоже можно использовать чтобы поставить например firefox самый низкий приоритет а вот этот хорошая идея кстати мне она прям нравится если честно да прям хорошенькая идея вот я так понимаю в программке чтоб приоритет вот указан вот вот в этой вот колонке вот видите минус 6 у пульс аудио у фаерфокса 20 ну это фигово потому что ну 20 это самый фиговый а давайте отсортируем по приоритетам вот самые приоритет на это pipe pipe fire о по острите firefox virtual 11.7 чего так но это интересно на минус 11 то есть они как-то сами возможно себе задают приоритет блин это фигово фигово вопрос можем ли мы его запустить с нашим каким-то приоритетом хороший вопрос с этим scheduling приоритете вообще к это фигня передают числа и отрицательные положительные ничего не принимает он кстати смотрите тут какая-то шляпа у task set до если взять man task set написано что all task set то есть для всех ну-ка давайте вот вот это вот еще попробуем да то есть мы помним что я делал task set кпу 1 firefox и это не вам его давайте сейчас добавим вот эту пашку и посмотрим что будет кстати ребята насчет арси меня до сих пор никто ничего не ответил прошло уже минут 30 короче нам rc шляпа давайте ребята при вас делаю первый раз life reaction task set кпу а 1 1 firefox да извините меня task set а давайте без без п так все теперь запускаем секретнейшее приложение ну сейчас я запущу и не ладно сейчас прям в лайв режиме запускаем так 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 и момент истины блин ребята я у моё то что ж такое он кстати спалил на то что ж такое блин ребята не помогло блин жалко ладно тогда давайте снова в юлимит лезть так какие-то пендинг сигнал 30901 может быть это запросы к операционной системе операционной системе было так то у меня ничего не запускалась макс локт мэмори и смотрите она какое-то ну 91 гигабайт на ну не знаю вряд ли но сейчас попробуем прикол поставил на 1 все равно запустил а может это типа файлы когда открывает ну хотя она что ж так open files понятно макс мэмбри сайз это вообще непонятная какая-то хрень а pipe сайз это ну не знаю может что-то связано с пайпом линуксом надо наверно попробовать да или не надо давать правом так ну короче пайпу ладно а позикс мэс очки ус а вот вот это вот друзья это прям прям вот ну вот по-хорошему да по идее возможно мы нашли виновника потому что позикс это портабол ну может быть а прессу систем интерфейс ну короче это системные колы системные вызовы так что возможно друзья мы близки к разгадке а может быть мы уже прям на пороге блин это прикол какой-то еще не поменялось это жесть но я и вим если что запускаю и firefox так что вы не думаете что firefox мультипоточный из-за этого слушайте а вот сейчас это меня посетила идея на то есть у нас есть приоритизация и вот у нас есть firefox минус 11 на кстати говоря я не вижу тут графику сверху так вот так вот что если мы как-то можем же изменить вот это priority давайте вот сейчас это и попробуем сделать изменить priority на максимально низкий то есть 20 и посмотреть на эффект хорошая идея так 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 смотрите то есть тут есть какая-то вот такая команда sudo renace минус n приоритет и соответственно пит процесса так что давайте суду и на из минус n давайте попробуем для начала просто поставить ему минус 12 чисто по приколу минус p и пит процесса 3044 пум пароль пум ничего не поменял ребята это интересно ну ладно фиг с ним типа даже если чтоб показывает какой-то бред да ну какая разница все равно мы знаем что приоритет самый низкий это двадцатка и мы знаем как поставить какому-то пиду приоритет то есть у нас есть все то есть как все теперь осталось просто что firefox пидам поставить низкий приоритет и как это сделать сейчас посмотрим надеюсь там есть какая-то сделать для firefox а и не для убивания а для получения пида да я попробую так ну что-то команда pgrap firefox выдала мне только один пид но ладно ребята на самом деле можно проводить с одним да мы ничего не теряем и момент истины я включил ту заветную вкладку лагает курсор бешено и момент истины ставим приоритет самый низкий по вот этому пиду который мы нашли через погреб ну нет ребята недостаточно не недостаточно блин не сработало не сработало ребята но может быть потому что пит все-таки да не один ладно сейчас еще попробуем все-таки найдем все пиды firefox окей так смотрите какая отличная команда как то есть вот из этого аутпута до получить только второй столбе то есть именно пид просто делаем авокап принт 2 красиво красиво теперь поэтому пиду проходимся и делаем ренайс на двадцатку так накидал вот такой небольшой цикл так окей окей ну я всем задал на приоритете почему-то 19 а не 20 но ничего страшного и давайте проверим включаем вкладочку блин да что ж такое ребята оно не получается и не получается ее мою не нужно серьезно ну блин мишки матрешки но давайте дальше так ну что продолжаем стэксайз до минус с помолчание 8192 стэксайз ну наверное размер стэка да но вряд ли это конечно конечно сыграет на но давайте минус с 1 вим кордам конечно логично потому что большой стэкс так окей давайте я попробую сделать сколько там 8000 давайте сделаем 2000 так для вима хватает а для фаерфокса для фаерфокса тоже хватило фаерфокс ладно давайте сотку поставим сотка вим опа для вима даже не хватило прикольно конечно вим рекурсивный чувачок так это хватило фокс фокс тоже хватило вау так ну отлично теперь я щас пробую все таки запустить свою злую программку блин блин ладно сработал так ну ничего страшного будем дальше к паутам интересно звучит так к паутам да минус т по молчанию он он лимит от ой как страшно так один вим так я хочу подождать одну секунду прикольно так если фаерфокс она может быть может быть что может быть надо ставить 0.1 макс юзер процесс ну это понятно это фигня окей давайте пробуем последняя ее мое так и не нашли ответ 1 ну ладно это короче не то скорее всего да блин ребята очень обидно но you limit тоже не помог очень-очень печально так ребята вот как какое-то решение вижу lxcc контейнер запускаете его там инсталлите фаерфокс пробрасываете даже вау ничего себе окей давайте попробуем так ладно ребята короче я немножко задолбался не знаю как вы если вы дострелили до этого момента это вы прямо жесткие чуваки ну короче если у вас будет реально такая возможность если вы шарите если вы крутой чел если вы разобрались если вы супер умный мозг если не знаю вам кто-то подсказал если вы нашли короче выполнять то напишите об этом в комментариях не серьезно напишите типа если я вы напишите а я потом прочитаю то может быть даже я буду взять ваше решение ну серьезно типа ну это прикольно плюс другие тоже могут как бы ну другим это тоже полезно у меня не получилось я выбрал все что мог я сделал все что мог я показал вам как я это делал я показал вам что не работает объяснил вам почему она не работает так что все остальное ребята в ваших руках вы можете посмотреть этот эти серии видосов и понять что это вообще не стоит не стоит вообще ничего вот Можете посмотреть эти видосы и понять или попробовать что-то, что я не попробовал, что я упустил. А можете попробовать варианты, которые я вообще не рассматривал. Не важно, что вы выберете. Главное, вы сделаете для себя свой вывод. И для меня, к сожалению, мой вывод такой, что это все не получается сделать. По крайней мере, просто. И это возможности почему-то. Это очень странно для меня. Но, ну как бы, мало таких. То есть это такой юз кейс, то есть корнер кейс, когда реально такое происходит. Ну просто со мной это произошло. С вами, может быть, это вообще никогда не происходило. Ну в винде понятно, что налагает. Но в линуксе именно, то есть, ну такое. То есть когда это не с памятью связано, а просто связано с каким-то приложением, которое что-то делает с процессором. Вот. Но как это, то есть починить, я не разобрался. Я не нашел легкого пути. А если легкого пути нет, то что? То, возможно, это повод забить на это. А может и нет. Пишите в комментариях и решайте сами. Всем пока.